Нет никакого смысла производить одежду в России. И выиграл именно тот, кто был к этому готов. Первый же шоу-рум на скину. Как производится общая одежда? Откуда она берется? Конструктор с гаммом. Угарит. У меня уже было актерское портфолио, потому что я еще снимала с массовки. Я нашла свое искусство, и я им занималась. Надо было из-за этого как-то еще делать бизнес. Бюджета на этого у меня никакого не было. У меня никогда не было желания быть владелец розничной сети. Я для себя эту черту отмерила здесь. И что-то было не так. Они же должны существовать. Почему нету глупой дубленки? Почему нету розового? Ну то есть как бы... Как так? Да, хороший вопрос. Все вот в моих руках. Что нужно полагаться на себя? Что нужно устроить карьеру? Все под моим единым началием. Люди хотят запускать свои марки, не имея представления ни об одной составляющей этого рынка. Или-или у нас есть два пути. Привет, Теллендс! Это Мария Покровская, и вы на моем канале для предпринимателей и креативных профессионалов, которые так же, как и я, строят жизнь и карьеру вне границ. Я профессора архитектуры, ставшая предпринимателем и построившая совместно с моим мужем и ко-фаундером Данилом две компании в креативной экономике. Почти три года назад мы с семьей переехали в США по визе талантов ООН. Сейчас у нас грин-карта EB1. Об этом было несколько выпусков. Также мы прошли топовый американский акселератор 500 Global. Об этом я тоже делилась подробно на канале. Я постоянно консультирую стартапы, предпринимателей, креативных профессионалов. Со мной можно связаться по e-mail, указанному на экране. Также подписывайтесь на телеграм-канал Global Talents. Там всегда много инсайтов, вакансий, грантов, стипендий, конкурсов. Сегодня потрясающе красивый выпуск с потрясающе красивым человеком, моим близким человеком, основательницей марки Люда Никишина. Она дизайнер, она действительно креативный предприниматель. Как раз тот, о ком этот канал. Для меня было очень важно рассказать ее историю. Так как мы снимали в Москве, есть темы, которые мне очень хотелось обсудить с Людой, я уверена, ей тоже. Но я сознательно их не касалась, потому что на данный момент это просто небезопасно. Поэтому это разговор о профессии. Я уверена, что этот выпуск вдохновит как начинающих дизайнеров, так и просто людей в пленах в моду. Российские фэшн-бренды сейчас творят что-то невероятное. Пишите, поделитесь, за какими брендами обследите, кого вы носите. Естественно, в выпуске вы увидите меня в платье Люды Никишина. Это уже второй выпуск из моей новой серии о карьере в дизайне. Пожалуйста, оставьте комментарии, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Так устроены алгоритмы Ютуба, и я вам нужна вас особенно об этом просить. Люда, моя дорогая, я очень рада быть сегодня у тебя в гостях в твоем магазине. На большой бронной 15. Все записали. Не так много тебе в медиапространстве, хотя твой бренд существует много лет. Расскажи свою историю, все, что ты хочешь. На самом деле я буду, может быть, тебе задавать какие-то молодящие в курсе. Привет, Маша. Спасибо большое. Я очень рада, что сегодня и я наконец-таки в своем прекрасном подкасте. Моя марка существует уже 15 лет. Называется она моим именем Люда Никишина. Да, время летит. Мне самой на самом деле до конца не верится, потому что все это просто как один какой-то прекрасный миг. Мне всегда была очень интересна мода. Я всегда как-то хотела вокруг этого построить свою жизнь, но совершенно не представляла вообще, как это может быть. Потому что на тот момент из российских дизайнеров были такие совершенно не схожие со мной истории. Слава Зайцева, Валентина Юдашкина, взрослые мужчины, мэтры. Да, когда я смотрела на них, я понимала, что я не понимаю совершенно, как из своего 16-летнего состояния юной девушки, которая вообще от этого совершенно далека, можно прийти вот туда. То есть дороги не было даже приблизительной. Она как-то никак не вырисовывалась. Сначала я получала такое стандартное образование, маркетинг в высшей школе экономики. Я в общем училась, пробовала себя в совершенно разных областях. Я занималась фотографией, журналистикой, писала для разных сайтов, снимала светскую хронику, какие-то модельные тесты. И как бы чуть-чуть, по чуть-чуть я пришла к дизайнеру Даши Гаузер. Я нашла ее в ЖЖ на тот момент. И вообще сначала я у нее была в качестве модели, выступала. То есть мы с ней познакомились, она искала какие-то лица для съемки. Она отобрала меня, у меня было удачное какое-то портфолио, потому что я еще, у меня уже было актерское портфолио, потому что я еще снимала с массовки. Да, то есть в мои годы, вот до того, как я определилась в профессии, они были очень насыщенные. Мне действительно хотелось все попробовать. Я просто искала себя и делала достаточно активно. Да, у меня уже было актерское портфолио. И я вот отправила его Даша. Она меня за мой красивый профиль отобрала на свою съемку. Вот не могу сказать, что я была какая-то выдающаяся модель, но, в общем, суть в том, что мы так познакомились. Как мы много лет строим компанию вместе с мужем и еще не развелись? Именно этот вопрос мне чаще всего задают в личном общении, после выступлений. Как правило, я отшучиваюсь и отвечаю, что у нас просто отличный терапевт. Серьезно, в нашей семье просто отличная психотерапия. Брак двух лидеров — это непросто. Работать вместе с супругом — это сложно. Быть родителями, которые еще и работают вместе — это очень сложно. А быть родителями мужем и женой и стартаперами в эмиграции — это особый уровень сложности, не для слабонервных. Не повторяйте в домашних условиях. Но это наш выбор. Просто при переходе на новый уровень сложности, в новые обстоятельства, в новый этап жизни возникает кризис. И именно это хрупкое место. И как нам заповедовали все топовые предприниматели и мыслители современности, антихрупкость и гибкость — это необходимые качества для устойчивости и успеха любой команды, компании и даже такого стартапа, как семья. Чтобы оставаться такой антихрупкой и устойчивой командой, распутать роли в семье, найти свою суперсилу, научиться распознавать свое ментальное состояние до выгорания и справиться с давлением даже в очень тяжелых и сложных обстоятельствах. Все это получается благодаря нашим убеждениям, навыку коммуникации и, конечно же, с участием грамотного психотерапевта. И сейчас я покажу вам, как классно устроен сервис психотерапии Zygmunt Online. Представьте себе, что рядом с вами всегда находится команда профессионалов, готовых поддержать вас в любых обстоятельствах. Ищите своего психолога на платформе Zygmunt Online, где уже более тысячи профессионалов готовы помочь вам стать лучше. Сервис проверяют, чтобы у психолога обязательно было более трех лет частной практики, дипломы о высшем психологическом образовании, сертификаты для ведения психотерапии. Каждый специалист регулярно проходит супервизию и личную терапию, что на самом деле крайне важно. Сервис поддерживает доступные фиксированные цеты, а также принимает оплату карт иностранных банков. А мой код Global дает вам скидку 450 рублей на первую сессию. Ссылка и подробности в описании. Подарите себе заботу и здоровье Zygmunt Online. Потом она искала себе ассистента-работника шоурума. И я такая подумала, ну, в общем-то, почему бы и нет. Я после работы начала вот там вот подрабатывать, как ассистент, как продавец. Таким образом я познакомилась с тем, как производится вообще одежда, откуда она берется. То есть там сидел конструктор, там сидели портные, приходила дальше со своими эскизами, идеями. И, в общем, как бы весь этот нехитрый процесс развернулся передо мной. И в тот момент меня как-то проняло от осознания, что самый вот центральный человек на производстве — это конструктор одежды. При том, что у нее был очень сильный конструктор Татьяна, я помню ее до сих пор. И я как-то прям вот прониклась в ее профессии. Я поняла, что вот как Татьяна скажет, так и будет. Потому что, по сути, все остальные, они являются какими-то замыкающими звеньями. Дизайнер на уровне идеи, парной на уровне воплощения. Но воплотить что-то из эфемерного, да, какой-то ментального поля, воплотить уже в физическом, вот как бы именно этот переходник, это именно происходит через вот это вот чертежи, конструирование. Прямо по ощущению, что про архитектуру рассказываешь. Потому что та же самая история конструктора — это главное звено в архитектуре тоже. Так и есть. Архитектура костюма, по сути, это же, ну, это также конструкция, да, костюм. Да, то есть сначала есть идеи, потом есть физическое воплощение. Мы все хотим получить в итоге физический объект, да, который должен совершенно обладать какими-то, конкретными свойствами, да. И еще хорошо бы, чтобы он выглядел так, как мы его задумали. Поэтому я приняла решение пойти учиться на конструктора. Мне очень повезло, я попала к прекрасному преподавателю, очень-очень идейному и очень воодушевленному. Такой известный достаточно в конструкторских кругах известная личность. Можно назвать. Раиса Ивановна Аненко, да. У нее был авторский метод, и она преподавала в своей очень авторской манере, такой немножко, такой экспрессивный, назовем это так. Она очень-очень много давала таких жизненных советов. Думайте о том, что вот вы хотите воплотить, не идите никому на работу, делайте все сами, не бойтесь рисковать. Вы, типа, уже умеете, то, с чем вы от меня выходите, это уже профессия. И вы уже обладаете всеми необходимыми и качествами. Она настраивала нас именно так. И я настроилась. Я настроилась, я прям действительно поняла, что я вот могу. Ну, это творческий и очень, я бы сказала, трудоемкий путь художника. Как раз я тогда выпустилась из школы экономики, выпустилась из колледжа, и я просто только этим занималась. Мне это нравилось, мне давало это крылья. Я просто сидела, чертила, 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 что-то там вырезала, отрезала, раскроивала ткань сама. То есть первые мои годы прошли вот в таком вот, наверное, каком-то конструкторском... Угаре. Угаре, да. Да, на самом деле это конструкторский раунд. Прозвучит, но я нашла свое искусство, и я им занималась. Мне это очень нравилось. Вот, но так как я все-таки выбрала идти по своему какому-то индивидуальному пути, да, индивидуального предпринимательства, то, ну, надо было из-за этого как-то еще делать бизнес, надо было это как-то все продавать. Вот, тогда еще не было особо инстаграма, ну, в смысле не особо, вообще не было. За один год он только появился. Когда я начала, ну, сначала я никто не пользовался, да, для того, чтобы что-то там продавать. Поставьте плюсик, если вы тебе пользуетесь. Алды здесь, да. Первый год я причем начинала в Петербурге, поэтому многим я как-то зафиксировалась как петербургский дизайнер. А я не знала достаточно в Петербурге. Не знала? А, да, ну, наоборот, многие не знали, что я вообще какое-то отношение имею к Москве, и даже потом много-много еще лет со мной это тянулось, и люди спрашивали, а вы, типа, в Москве бываете? Я говорю, вообще-то я живу в Москве. Но начинала я действительно в Петербурге, я там провела первый год своей профессиональной деятельности. Это тоже произошло достаточно спонтанно. Моя подружка пригласила меня туда, уговорив, что там будет намного легче начинать марку, потому что там ниже все косты. я как-то послушала-послушала и подумала, ну, в принципе, резонно. Это было так? Ну, как это было так? Да, конечно, это было не так. То есть жизнь — это как бы не два плюс два, да, там, типа, как это вообще можно было считать, что, в принципе, начинать новую жизнь в новом городе может быть чем-то легче, чем делать все там, где ты уже всех знаешь. Да, понимаю, о чем ты, понимаю. Ты можешь жить. Да, 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 вот как человеку-то будет говорить, что он приедет, и там все будет проще. Почему нас жизнь не учит? Да. Вот я приехала в Питер. Через месяц мы с подружкой, скажем так, разошлись. Поняли, что работать мы вместе не будем. Вот, но я уже сделала громкое заявление, что я отправляюсь в свободное плавание, вот что у меня своя марка одежды, и мне пришлось как-то отвечать на эти слова, поэтому еще полтора года в Петербурге я упорно доказывала себе и всем, что действительно я могу это сделать. А, ну да, я забыла упомянуть, что бюджета на это у меня никакого не было, то есть это была чистая амбиция, чистое желание, и поэтому действительно для меня был как бы важный вопрос, что ну мы вот шлем одежду и сразу ее продаем, потому что просто мне хотелось этим заниматься, то есть для меня это было топливо для того, чтобы я могла продолжать то, чем я хотела заниматься. Мы договорились с несколькими шоу-румами в Петербурге, вот, и первый же шоу-рум на скину, селье, да, они продали наше платье, и просто потом, ну как бы потом, 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 вот это вот все, и потом просто не заплатили. Конечно же, для меня, начинающего дизайнера, это был огромный удар, ну, наверное, и проверка, как бы, сдаемся ли мы при первых трудностях, ну, мы не давались ни при первых трудностях, ни при вторых, ни при третьих, ни при третьих, ни на технопаре, да. Вот, потом было несколько удачных сотрудничеств, то есть я помню, что вот был такой шоу-рум в Экстейдж, у меня прям сейчас всплыло, и они тоже очень нас поддержали, поверили, нас закупали, что вообще огромное редко для нашей индустрии, что кто-то что-то закупал, а не брал на реализацию, закупали наше платье. Сейчас я, конечно, смотрю на них там эти драпировки, тонкие ткани, шелка, натуральные шелка, и все это, на самом деле, так сложно, так красиво. Я делала коллекции, презентовала их там, сама ездила, выбирала ткани, то есть я прям очень-очень активно этим занималась, и пресса в Петербурге много написали про нас, и это было очень круто, на самом деле, очень нас поддержали, это дало тоже толчок к тому, чтобы найти своих собственных клиентов. Короче, первые, полтора года — это вообще моя самая большая любовь. Вау. Да, это было классно. Это было твоё осознанное решение, знаешь, не брать себе партнёра или не искать инвестора изначально? Кажется, почти нереальная история, потому что кажется, что нужны такие вложения, что это просто неподъёмно для одного человека. Как это было для тебя? В самом деле, я же и тогда осознавала, что я не знаю, как делать проект. Мне было непонятно, что с этими деньгами, в принципе, делать, да? То есть, конечно, потратить, как бы, это несложно, но вот то, что я смогу заработать, у меня не было совершенно такого ощущения. Ну, то есть, как бы, я понимала, что, может быть, я готова рискнуть тем, что у меня есть, но рисковать чьими-то чужими деньгами, я как-то слишком ответственна, наверное, для этого. Да, пусть это никого не смущает. Да, пусть это никого не смущает, и я хоть смущала. Ну, вот результат. Да, поэтому я как-то продолжала делать всё это своими силами. Ты вернулась в Москву. Да. И вот тут у меня какой-то начался новый немножко этап. Я вот начала осваиваться с производством. То есть, я уже взяла портные, купила машинки, и мы вот начали экспериментировать именно с пошивом, ну, опять же, как бы с крови и так далее, но мне было больше вот интересно именно в этом освоить какой-то аспект производства, да, как его выстроить, как, ну, конечно же, плюс творчество, да, хотелось создавать свои уникальные коллекции. Мы даже участвовали в первом году, на первом году в Russian Fashion Week. Угу, был показ. Ну, это всё такая авантюра. Ну, как бы, сейчас я, конечно, тоже понимаю, блин, я этим занималась один год. Я, по сути, ещё как бы нарабатывала опыт, да, это были все такие пробы пера, но тогда казалось, что на показ, меньше. Потом я уже на такие авантюры больше, честно говоря, не соглашалась, потому что просто поняла, что ну, в таком формате церемония не даёт такого выхлопа, да, то есть нужно как-то более системно всё-таки подходить к выстраиванию компании, продаж, а не просто пытаться, да, на каком-то энтузиазме, на каком-то задоре сделать, как-то заявить вот о себе, да, скорее. То есть, в общем, я всё-таки немножко вектор СМИ сместила после этого. То есть здесь должна быть очень обширная работа, там, из СМИ, из селебрити, чтобы это давало какой-то какой-то выхлопа, просто вот так вот взять, шоу ради шоу, этого всё-таки мало. Да, и так мы, сначала у меня был первый цех на окраине города, потом мы с моей подругой Софией Жаровой открыли шоу-рум и производство на Большой Дмитровке. Это ты там просто была днём, ночью, в любое время тебя можно было найти там. Да, так и было, на самом деле. То есть я просыпалась утра, ехала на работу, и вот пока я могла стоять, я стояла и что-то делала. Я покроила, рисовала, там, бегала за тканями, и пока до 11 вечера я могла что-то делать, я делала, потом ехала домой, отцепалась, ехала обратно. Но мне ничем другим не хотелось заниматься на тот момент, то есть мне это было интересно, и я просто как бы с полной самодачей, да, в это ушла. Ну, ты знаешь, я ещё вспоминаю как раз вот Большой Дмитровку, да, вот это место. Несмотря на то, что ты вела такой затворнический образ жизни художника, по сути, это всегда было какой-то точкой пересечения всех каких-то классных, интересных, красивых людей. Потому что в любой момент, когда ты тебе заходишь, там у тебя какой-то тузычка зашёл, что-то померил, что-то, если посидели кофе, поболтали. То есть на самом деле, ну, это было, знаешь, неким таким центром притяжения почему-то, какого-то круга очень таких же заряженных, активных, неравнодушных, амбициозных людей. Когда ты выбираешь путь какой-то вот своей страсти, да, у тебя горят глаза, это становится каким-то местом, вокруг которого все хотят погреться, знаешь, вокруг этого огня. Страила, по сути, свой личный бренд, мне кажется, даже не фокусируясь на этом. Ты просто, ну, жила, это был твой лайфстайл. Но он был таким, что притягивал подобных ярких, интересных, действительно, амбициозных людей. И как я? Я была там задорной, весёлой, не знаю, где-то там... С какой-то атомной энергией. В чём-то там тусовщицей, в чём-то там, не знаю, наивной дурочкой, да, пыталась быть собой на тот момент. И я как-то всегда была сфокусирована на том, чтобы люди оценивали мою работу, а не меня лично. Это позволяет, на самом деле, тебе оставаться собой. У тебя намного меньше вот этого какого-то внутреннего диссонанса. Понимаешь? То, что многие же живут в несогласии с собой. Им кажется, что если бы они были какими-то другими, то их бы любили как-то по-другому, им бы там восхищались. То есть, на самом деле, если ты просто предлагаешь людям то, что ты делаешь, не так много думаешь о себе. И это правильно. Это очень хорошая мысль. И правда, это же снимает столько давления с себя самой, когда типа я должна соответствовать вот этому, вот этому. Но на самом деле ничему ты никому не должна. То есть, ну, только себе, своим планком внутренним, да, каким-то. Интересный момент даже для тех, кто начинает или перезапускает, например, да, свою марку или свой бренд. Не обязательно одежду, то есть, в принципе, свой бренд. Когда ты выбираешь, то ты называешь его своим именем. Это же тоже, ну, какой-то, знаешь, внутренний манифест решения, потому что можешь придумать там любое классное какое-то слово, да, развивать этот бренд и как бы немножко от него дистанцироваться. И потом, по сути, вообще поменять полностью команду и там сделать экзит, да, уйти. Но когда ты делаешь свой бренд, и особенно в моде, когда это может стать, например, там, модный дом Люда Никишина, да, и после тебя он может жить, да. Как менялась твоя марка вот с изменениями твоей личности? Сначала мы вообще начинали с суперярких платьев. Ну, то есть, это были такие полукутюрные вещи, на самом деле. В принципе, на самом деле, кутюрного качества, просто как бы мы это так не осмиривались назвать. Как бы притягивали определённую тоже публику, да, девушку, которая хотела выделяться, которая хотела светить. Потом меня как-то, наоборот, больше повело в практичность. То есть, меня прям очень увлекли пальто, мне хотелось делать более сложные формы, более чёткие силуэты. Так начался самый какой-то затяжной роман с пальто. То есть, я переключилась именно на этот вид одежды. И на самом деле, на тот момент оказалось, что этого не хватало. То есть, действительно, многие люди прямо к нам, ну, первая, наверное, такая волна нашего роста была, когда мы начали делать яркие цветные пальто, которых на тот момент очень не хватало. Розовые, голубые, жёлтые. Я помню, что это как-то так свежо выглядело. И сыпало, конечно, с трендом. Я сделала портрет твоему пальто. Да, вы делали портрет пальто. Вот. Потом, следующий этап, когда я ушла в верхнюю одежду, мы начали заниматься овчиной, начали заниматься дублёнками, кожаными куртками. Вообще одни из первых, мне кажется, вот в этом тренде. Да. На самом деле, действительно, мне удалось как-то этот тренд уловить в одной из первых. Я помню тот момент, как это произошло. Это было совершенно спонтанно. Я была на выставке «Премьер Визьон» в Париже. Первый раз в жизни я мечтала на неё поехать. Для меня это... Ну, вот знаете, у каждой профессии есть, наверное, такие места, которые ты обязательно хочешь посетить. Для меня вот было такое место, это «Премьер Визьон». Вот для модной индустрии, да? Да, где все поставщики тканей собираются. Ну, не все, конечно, а я имею в виду самые яркие, те, которые работают с большими модными домами. Они там собираются, там, стенды с тенденциями, с аналинками. В общем, можно найти всё, что угодно, да, практически. И, в общем, я изучала эту выставку, всё там пыталась осмотреть. И зашла на стенд с дублёночным яхом. И смотрю, у них везёт цветные какие-то. Я говорю, ой, ну, так, для интереса решила спросить, а какие цвета можно покрасить? Они говорят, да, в любые. Я говорю. Ну, в смысле, из вашей, наверное, цветовой карты, потому что обычно ткани можно красить из какой-то цветовой карты. Ну, чаще всего. Нет. Вообще в любые. Я говорю. И в розовый. В розовый. В голубой. В голубой. Я не знаю, почему меня эта мысль просто как-то вот зацепила. Но, видимо, не знаю, есть какие-то, да, вот у нас в жизни какие-то развилки, какие-то зацепки, я не знаю. Вот у меня какая-то такая зацепка случилась. Я поняла, что... Мне, ну, подсидел. Когда ты скажешь русскому человеку, что можно всё, ты говоришь. Да. Когда он мне сказал, что можно сделать розовую-голубую дублёнку, я подумала, а почему никто не делает розовую-голубую дублёнку? Они же должны существовать. Почему нету голубой дублёнки? Почему нету розового? Ну, то есть как бы... Как так? И я ничего не знаю о дублёнках. Просто заказываю этот мех голубого, розового и бежевого. Нам приходит эта община, и мы просто как-то начинаем сами изучать, что с ней делать, как, что, в общем, что-то придумывать. Потому что модель у нас тоже нестандартный. И мы же всё хотим как-то делать, чтобы это было свежо. Кислотно-жёлтый, я помню. Было такое даже, да. И потом уже мы начали знакомиться с профессионалами, с тем, кто умеет это делать. Нашли своих людей, что оказалось тоже непросто, потому что не самое типичное, на самом деле, производство для нашей страны. Ну и по-прежнему с кадрами здесь не очень. То есть именно... Сейчас мы уже даже обучаем своих мастеров, потому что... Именно проработать с кожей и мехом? Да, с мехом, да. Потому что такого уровня мастеров найти у нас не получается. Ты всё время ищешь, ищешь, ищешь. Нет образовательных учреждений или просто нет такого спроса, как тебе кажется? То есть в чём? Мне кажется, и того и другого. И того и другого. И того и другого. То есть, ну, может быть, где-то это кого-то учит, но вот какое-то что-то такое точечное, что мы с этим никак не пересеклись. Вау. И, в принципе, и производство тоже не так много. То есть, там, фабрик и так далее. Сейчас все же заказывают. В Турции, в Китае. Ну, в Италии тоже кто-то заказывает. Ты имеешь в виду именно пошив заказывают? Да. Потому что я думала, что заказывают, ну, как бы, как сказать, сырьё. Но и пошив тоже, да. И пошив, но в большей части всё равно всё туда смещается. Ну, это, в принципе, ко всей швейной отрасли относится. Относится, это просто такая более специфическая, более сложная. Действительно, абсолютно полностью вот российская марка. Да. Со своим производством изначально. На то, что у вас, ну, абсолютно всё производится здесь. Это, правда, уникально. У тебя есть контроль над производством. То есть, такого, на тот момент такого представить, что я поеду там где-нибудь в Турцию на фабрику, буду там сидеть, да, и ждать, пока они там это пошьют, там, сидеть. Ну, как-то я себе это и не представляла, честно говоря. Потом, если ты хочешь что-то, ну, какую-то новую модель придумать, это сложнее. Тебе нужно всё-таки её разрабатывать самому. Другое дело, если ты, как бы, хочешь, там, поехать заказать, там, по их образцам, типа, такую-такую-такую, то, как бы, ну, тут могут возникнуть вопросы с качеством, но, в принципе, так уже повезёт. Здесь уже зависит от того, какой у тебя уровень удачи. Для бренда тогда это вообще финансово была тяжёлая история? Тебе было сложно на это решиться? Или ты вот, ну, могла соразмерить, что результат покроет вам все какие-то ваши сложности? Да, хороший вопрос. Сейчас почему-то я уже этого особо не помню. Это сколько, кстати, лет примерно назад? Это было 10 лет назад. 10 лет назад уже было? Да, 10 лет назад, да. Реально сейчас легко представить, насколько по-другому одевались тогда люди, правда. Серьёзно, вау. Да, я даже помню, что мы как раз сидели во дворе, где парковался кандидат. И к нам до туда захоживали девчонки оттуда. Я помню, что они такие, вау, у нас такое кто-то делает. Они были поражены. И тогда они начали, ну, тогда были публикации в ВОК, там, в Базаре, именно потому, что это было что-то неожиданное совершенно для нашего рынка. Вот это, кстати, тоже классная тема про то, как привлечь внимание СМИ, да, не просто делать там какие-то платные-оплатные статьи, а действительно, когда тебя замечают. Потому что тогда я, ну, сейчас намного больше, но тогда российские марки вообще не поддерживали ни Канденас, ни какие-то даже наши просто локальные издания, типа Афиши, да, там, или ещё что-то. Я помню, что какой-то полный тотальный игнор, знаешь, российского рынка моды, российской моды. То есть всё, что угодно там, кроме вообще дизайнеров, которые вот здесь создают что-то крутое. Поэтому, когда ты говоришь, что обратили внимание, то есть нужно было сделать что-то экстраординарное, чтобы действительно тебя заметили и выделили, да? Да, тогда был всё-таки больше упор на запад, да, скажем так. А сейчас всё-таки намного больше внимания получают наши марки. Ну, и это связано не только со СМИ, да, но и с потребителями, в первую очередь, с рынком, как вырос этот рынок. И это прекрасно. Я думаю, что, ну, что это именно то, на что мы надеялись, когда начинали, что со временем это произойдёт. Эти публикации помогли тебе тогда как-то узнаваемости бренда? Или всё равно твои клиентки, ну, тебя узнавали просто, там, не знаю, через знакомых и так далее? То есть как ты замечала тогда? Всё равно, конечно, самый сильный наш канал всегда был это с Рафаной Радио. То есть люди приходили, потому что они видели где-то наши вещи или от кого-то услышали. Потом отключился Инстаграм. Инстаграм, конечно, всему этому придал ускорение. С каким-то хейтом ты сталкивалась тогда, не знаю, с какой-то завистью или токсичностью в среде? Нет, нет, до этого я не доросла. Это значит, что у меня уже суперизвестный, да, чтобы тебя кто-то начал ненавидеть. Не знаю, мне кажется, ты давно уже такой яркий, заметный бренд, который пора уже, друзья, как-то захейтить. Не захейтить, да, конечно, нет, просто вы большие молодцы. Нет, на самом деле мы, конечно, сталкивались с хейтом по поводу натуральной кожи, натурального меха, но на самом деле мы никогда не работали с пушным мехом. То есть я, наоборот, для себя как бы этическую сторону обозначила так, что мы работаем только с субпродуктом меха, да, с тем, что остаётся от производства пищевой продукции. Мы не работаем с тем, с пушным мехом, который непосредственно животных разводит на мех, да, то есть там шиншилла, куницы, там, лисы, вот это всё как бы мимо нас, то есть даже когда нас спрашивали о норке там и так далее, ну, я как бы говорила, что нет, я для себя эту черту отмерила здесь, да. Вот, но многие люди и это тоже осуждали. Ну, хорошо, что это было. В этом плане, конечно, было такое, были такие моменты, и это всё тоже болезненно очень для меня было, потому что я тоже не сразу это для себя сформулировала, да. Когда мы начинали, опять же, сначала я тоже думала, может быть, мы делаем что-то плохое. Я рассуждала на эту тему много. Пока есть пищевая промышленность, мы можем это использовать. Я думаю, что это правильно. Когда мы обсуждали, кто была девушка, да, марки Люда Никишина, то есть сначала это такая кутюрные, яркие материалы, потом ты открыла для себя такую новую главу марки с верхней одеждой, да, с таким очень сложным, но абсолютно локальным производством. Кажется, что девушка стала такой больше деловой горожанкой, я не знаю, да, что-то такое, как ты сама. Да, в какое-то время у меня больше такая была вот мысль как бы про self-made woman, да, то есть которая полагается на себя, которая в любой ситуации как бы остаётся здесь сильной, стильной и смелой, да. Так действительно у меня вот это вот было. Ну это и ты сама, то есть это прям очень коллерируется с тем, как коллерируется. Да, наверное, я сильно самой такой, сама такой была, я такой себя ощущала. Я ощущала себя, что всё вот в моих руках, что нужно полагаться на себя, что нужно устроить карьеру. Но на самом деле, да, потом мы всё равно, я из этого выросла. То есть сейчас я уже не могу сказать, что я придерживаюсь таких взглядов. То есть сейчас мне намного ближе идея внутренней гармонии, внутреннего баланса, баланса мужского и женского в мире, в обществе, в тебе, да, в семье. То есть сейчас я уже как бы, ну, наверное, повзрослела, потому что вот это тоже этап, когда ты полагаешься только на себя, когда ты как бы всё время, ну, такой немножко материалистический второй подход, да. То есть ты как бы, твоя жизнь строится на тезисе, что сколько ты как бы проработаешь, столько заработаешь. Ну, как бы такого ты успеха и добьёшься, да. Мне такие девушки нравились, которые как бы сами себе свой путь, да, строят по жизни. И как бы в этом я поварилась, поварилась, и потом я поняла, что это какая-то ограниченная очень концепция и вообще взгляд на мир. То есть всё-таки мир сложнее и интереснее, чем вот какая-то такая простая линейная зависимость. Поэтому мне стало интереснее идти вот вглубь себя, да, интереснее как-то идти в доверие к миру, что нет вот этого, что ты обязательно должен из себя результат выдавить, да, обязательно должен его достичь. В общем, стало жить легче и интереснее после этого. И поэтому сейчас мне интереснее такие, конечно, взгляды пропагандировать. Может быть, я, конечно, не очень сильно пропагандирую, но потому что как бы, когда вот я была такая больше вот на селфмейде, да, я как-то была в себе, как-то была увереннее в себе и мне как-то хотелось это больше транслировать. То есть я писала в Инстаграме, да, через свои там съёмки, да, это старалась проецировать. А сейчас я вот как-то хочу, чтобы моя марка больше выражала именно идеи внутренней гармонии, чтобы привносить это в мир. То есть сейчас у меня есть такая определённая революция, новый какой-то мой внутренний этап. Я просто сейчас вот жду, когда, ну не то, что жду, а вот сейчас стараюсь делать какие-то шаги, которые дадут этому больше проявиться в одежде. Я очень понимаю, о чём ты. И прям так, угу, угу, знаешь, тебе подагивают, потому что прям это так откликается. На днях меня спросили на подкасте о моей мечте в самом конце разговора. И я поняла, что моя мечта, например, всегда была связана с тем, то есть я представляла картинку, как я себя ощущаю, какая я, знаешь, какие у меня качества, как я себя чувствую. То есть это никогда не было связано с тем, там, на чём я езжу или в чём я живу или даже в чём я одета. То есть ты видишь как-то, ну, ощущениями, знаешь. И мне, честно говоря, это настолько понятно, вот о чём ты сейчас говоришь, когда просто не потому, что окружающий материальный мир перестаёт быть значимым, совсем нет, а потому что тебе просто более значимо, как ты себя ощущаешь, какая ты в нём и какие качества в тебе присутствуют, чем какие качества во внешней среде. Как найти вот этот баланс между тем, что ты транслируешь и тем, что как бы ожидает аудитория, покупательница, потому что все бренды постоянно вот наш на этом балансирует, пытаются найти, потому что, конечно, мы все думаем о продаже, о том, чтобы был оборот и так далее. Тем не менее, хочется держать вот эту свою айдентику и так далее. И здесь ещё хочется затронуть тему вот айдентики русского стиля, да, насколько для тебя это было важно, что Люда Никишина — это российский бренд, российская марка. Для меня первое было важно, чтобы это была авторская, да, моя марка. А второе — мне было очень важно развивать именно вот российскую моду. Я как-то тоже в это верила, в эту идею, особенно в начале. Ну, в принципе, я не могу сказать, что она и реализовалась, потому что, если мы отмотаем немножко назад, то тогда все говорили, как бы, зачем? Но в этом нет никакого смысла. Нет никакого смысла производить одежду в России. Есть отличное количество там американских, итальянских, французских марок, да, давайте покупать их. Зачем нам что-то как бы свое вот здесь вот пытаться изобрести? На самом деле, это же такая же индустрия, как и все остальные, которые просто вот провалились, да, в нашей стране. Один большой стартап. Мы не знали, как это будет, но мы все пробовали. Так мы не сильно видим, что сейчас, да, так сложились обстоятельства, что много западных марок ушло, и рынок освободился, и выиграл именно тот, кто был к этому готов, кто уже был готов работать на том суперконкурентном рынке. Немножко вернуться, да, или даже не вернуться, просто обернуться, посмотрев на тот путь, который уже проделан. Ты далеко еще не в конце пути, ты, я бы сказала, еще все равно в начале, мне кажется, вот твоего взлета, и я вижу очень большое будущее у твоей марки, и сейчас вот мы прям на днях отмечали год от твоего магазина, это как открылся такой магазин на Большой Бронной, и я знаю, что это был очень большой важный этап для тебя, и ты много лет присматривалась, думала об этом, сомневалась и так далее, но мне хочется спросить, вот были ли какие-то времена, когда ты была готова просто все это бросить, когда ты говорила, что все там, I'm done, знаешь, типа я больше не хочу, не могу, или просто когда, ну, какое-то тяжелое время бренда, как ты это проходила? Ну, как у независимой марки, конечно же, у нас было очень много тяжелых времен. Спросите, когда было них годы, когда их не было, когда их не было, ну, то есть, кризисы, не кризисы, сезонность, не сезонность, ну, то есть, практически, на самом деле, всегда тяжело было, и это просто только держится на какой-то любви, на каком-то энтузиазме, магазин там мы открывали, да, то есть, на то, что мы сами заработали, и там, перезапуск производства, да, который у нас тоже произошел в этом году, то есть, все это было на свои средства, и, конечно же, поэтому это всегда сложно. Столько лет ты абсолютно, знаешь, стабильно двигаешься степ-бай-степ, и, хотя я представляю, насколько это было сложно, вот правда, именно в фэшн-индустрии, мне кажется, это наиболее сложное еще со своим производством. Вот хочется тебя спросить, вот, марка Люда Никишина сегодня, как она устроена, что это, и, может быть, если ты можешь, хотя бы в общих чертах, как ты примерно строишь свой год, знаешь, как ты его планируешь. У нас два цеха, один швейный, один скорняжный, то есть, один по производству кожи и меха, другой по производству швейных изделий. И все в Москве, собственно. Да, все в Москве. У нас есть шоу-рум-офис, где мы, например, принимаем индивидуальные заказы, есть магазин на Большой Брон, где мы сейчас находимся, он уже нацелен на праздничного клиента и на то, чтобы повысить наш уровень сервиса. Потому что, конечно же, за это мы тоже очень боремся, это тоже не просто дается, потому что уровень сервиса в Москве очень высокий, клиенты очень взыскательные, и мы сталкиваемся с большим вызовом, чтобы его удовлетворить, чтобы не только наши вещи были премиального качества, но и наш сервис тоже. Поэтому сейчас мы вот над этим работаем, работаем, стараемся как можем, конкурируя производство и продажи тоже, маркетинг. То есть у нас такое немножко… все под моим едино началием. Твоя марка. Моя марка. так и нужно вот тут не расслабиться. Не расслабиться. Но если говорить про команду, кроме тебя вот еще какие, знаешь, ключевые герои, главные герои этого процесса? Ну, это, конечно, начальник производства, исполнительный директор, который кулирует все такие вопросы хозяйственного характера, скажем так. И у нас есть какая-то креативная команда, с которой мы делаем съемки и занимаемся продвижения. Но кроме тебя дизайнеров нет? Ты не занималась дизайнером? Ой, как-то нет. Это свяжущие шагы, да. Я прям очень хочу делегировать кому-то дизайн тоже. Именно для того, чтобы мы могли больше расширить наш ассортимент и сделать его более стабильным. То есть, чтобы коллекции выходили в срок, чтобы этот процесс был контролируем. Потому что сейчас, конечно, все держится на мне, и это так сложно именно спрогнозировать иногда. Потому что, когда какие-то другие задачи остаются на первое место, приходится просто отодвигать вопросы дизайна именно во временам порядки. У тебя есть такая амбиция масштабировать марку там в... Ну, не франшизу, но, например, в какой-то плюс-минус масс-маркет. Мне кажется, сложно это сделать, как говорится, both ways. То есть, когда ты, например, и в каждом торговом центре, у тебя магазин, но при этом у тебя есть такой индивидуальный подход. То есть, либо-либо. Для меня сейчас в этом плане есть такая развивка определённая. Да, то есть я сейчас прямо в процессе осознания, да, что дальше делать. Либо мы пойдём уже в ТЦ, будем именно расширять наше присутствие, либо мы уходим как бы в повышение сегмента и в чуть более сложный проток. Или-или у нас есть два пути. У меня никогда не было желания быть владелец розничной сети. То есть, как бы это сказать, это просто не та работа, на которую я хотела работать. В общем, у меня это такой личный выбор. И я вот жду какого-то внутреннего голоса, который мне подскажет, что мне захочется делать. Потому что я же делаю в первую очередь для себя, на самом деле. Самый оживлённый у нас сезон, конечно, это осень-зима, потому что мы такая марка состоявшейся репутации верхней одежды. И поэтому с сентября по февраль у нас горячее время, когда мы только вот работаем на удовлетворение спроса, индивидуальных заказов. Всё остальное время мы так в мягкой форме к этому готовимся. Вот. И сейчас мы уже активно занимаемся весенними и летними коллекциями. Начинаем, ну, как бы за год-полтора планировать коллекции. Просто из-за того, что у нас так всё выстроено, что всё под рукой, у нас очень короткий срок отработки образцов, и пошива партии, потому что мы где-нибудь размещаем, ошьём сами. Каждый бренд старается выстроить свою устойчивость, да, такой sustainable. А в контексте вот даже, опять же, управления, ты видишь возможным для себя, например, устроить какой-то, не знаю, там, отдых на два месяца, и, ну, быть уверенной, что, например, марка, ну, как бы, независимо достаточно, насколько она устойчива, независимо сейчас от тебя вообще. Есть у тебя цель добиться этого, и как это надо? Да, конечно. Любой, я думаю, управленец мечтает об этом, о том, чтобы всё работало и без него. И, в принципе, на самом деле, ну, сейчас наше устройство позволяет мне там уехать на месяц, ну, на два. Я так, конечно, загнула души. Один раз была на три. Один раз была, когда я ездила рожать. Но это был единственный раз. Рожительная причина. Да, домашительная причина была. А так, в принципе, на самом деле, я даже и не знаю, зачем мне куда-то уезжать так надолго, потому что мне здесь хорошо, мне хорошо в том, что я делаю, да, то есть где-то быть так долго, без возможности работать, мне просто неинтересно. То есть так долго отдыхать, ну, у меня нет такой потребности, я не знаю. Я люблю, там, как бы, путешествовать, мне нравится, там, перезагрузиться, мне нравится подзарядиться энергией, да, новое место. Я это всё обожаю, то есть у меня регулярно какие-то бывают такие вылазки, причём абсолютно полярные, да, может быть, это Париж, может быть, это Индия, может быть, это там и Шри-Ланка, может быть, это США. Ну, то есть я себе, у меня нету каких-то предпочтений относительно путешествий. Я в любом месте заряжаюсь именно тем, что, ну, пока как минимум, чувством новизны и тем, что ещё может дать это место. Вот. Вот, а три месяца без работы, я не знаю, чем бы я стала заниматься. Очень странный человек, потому что вы понимаете, да, секрет успеха, просто невероятная любовь к своей работе. Интересно, если бы тебя пригласили, знаешь, быть креативным директором вот какого-то топового бренда, вот сейчас тебя позвать, ну, не знаю, там, Люда, мы мечтаем, чтобы вы возглавили, там, Селин. Сложный вопрос. Ну, зависит, наверное, от условий. Ведь это очень, кстати, вероятно. Или нам какой-то такой бренд. Я ещё думаю, что моя компетенция, они на самом деле достаточно специфические, то есть есть люди, которые всю жизнь занимаются дизайном одежды, и они этим занимаются, да, и это отдельная профессия, и это здорово, что люди идут именно в глубину в этой профессии. Другое дело, что у меня, как бы, компетенции немножко смазаны, это и бизнесовый подход, да, и дизайнерский подход, и это всё, как бы, одновременно. Ну, как креативный директор, тоже, может, и креативный директор своего бренда, ну, абсолютно, да. Ну, в некоторой степени, но всё-таки, как бы, я думаю, что я в этом пошла не так глубоко, как люди, которые занимаются средствами только этим, потому что организаторская часть в моей жизни была слишком велика. Я как бы так на это смотрю. Последний вопрос, конечно, мне очень любопытно, как ты сама на это смотришь. У меня больше двух лет не было в Москве, я вернулась, естественно, я вот пропустила этот момент, когда ушли все бренды и так далее, и я вот, ну, как бы, получаю картинку, знаешь, до-после. Я, например, зашла в авиапарк, который ближе всего к нам, очень большой торговый центр, где очень много брендов, и я вот прям недавно, я искренне всё равно, я знала, что всё это так, но когда ты это видишь своими глазами, я искренне была поражена, насколько высокий уровень изделий они предлагают в масс-маркете, насколько высокий уровень цен, я тоже была немножко поражена, но окей, здесь мы понимаем, почему. Знаешь, достаточно крепкая конкуренция, я уже могу сказать, действительно, и это классно, потому что только в конкуренции мы растём, мы с кем-то соревнуемся, мы как бы каждый, каждый повышает планку, да, постоянно, и поэтому индустрия растёт, то есть это круто, это хорошо. Если у нас уже какое-то лицо, вот если, например, там, не знаю, человек из условной Японии спросит, а каких дизайнеров мне нужно посмотреть, чтобы понять, что такое русская, да, российская мода сегодня. Очень интересный вопрос, потому что у нас как бы образовывался какой-то мейнстримное течение, да, которое не очень построено на национальной идентичности. Абсолютно. Есть несколько марок, которые построены именно на, ну, декодировке нашей, да, культуры. Там, например, Верия, да, или та же Лёна Ахмадулина, которые действительно работают со смыслом, на который в нашей культуре заложены. И, наверное, иностранцу было бы всё-таки интереснее это, да. Другое дело, что для нашего потребителя это не является чем-то очень ценным. Не знаю, кстати, даже почему, но сейчас я думаю, что это просто связано с какой-то глобализацией, да, с более массовыми трендами, то есть все мы хотим, как бы, ну, то есть не то, что все мы хотим, но сейчас всё равно главенство, там какой-то монохром, минимализм. И они взяли первенство, и я думаю, что в течение какого-то времени это будет так, да. Не знаю, сейчас мне кажется, что чуть больше пойдёт крен в сторону женственности и больше такого, ну, как бы, опять же, сейчас было больше андрогин, но сейчас чуть-чуть больше будет женственности, больше аристократизма в моде. Я вижу это так, ближе к аристичности, чтобы опыт был яркий, чтобы он был смелый, чтобы не, как бы, всё время какие-то такие скромные рамки хорошего вкуса, скажем так, пытаться вписаться, как бы, чтобы оставалось пространство для эксперимента. Мне всё-таки ближе это. Стоит ли учиться сейчас конструкторскому мастерству? Потому что в твоём опыте это прям очевидно было суперважным, этапом. Да, для меня это было основополагающее. Что бы ты посоветовала? Ой, не знаю, честно говоря, я, наверное, посоветовала, в принципе, учиться. То есть, не обязательно конструкторскому делу. Просто, действительно, я часто вижу начинающих дизайнеров и много кто обращается за советом, и я вижу, что люди как бы, хотят запускать свои марки, не имея представления не об одной составляющей этого рынка. Меня это, честно говоря, удивляет. Где? На работе. На работе. Вот это, кстати, очень классный вообще принцип по жизни. Если тебе нравится какая-то область, просто иди туда работать кем угодно. Да хоть курьерами, не знаю, хоть там офисменеджером, да, ассистентом. кем возьмут. Если тебе что-то интересное, просто попробуй. Посмотри на это изнутри и всё. Если ты хочешь, там, я не знаю, фудтрак, не надо покупать фудтрак. Пойди, поработай недельку, да, и посмотри, как оно устроено изнутри. Может быть, ты вообще себе в туле комнаты представляешь. Понимаешь, о чем я говорю? Да. Поэтому здесь то же самое. Если ты хочешь развиваться в какой-то области, ныряй туда. Можно, ну, практически любую профессию, да, освоить онлайн. Да, абсолютно. Да, да. да. И здесь такая реклама. Куар-код, пожалуйста. Мы хотели подвести именно к этому моменту. Спасибо, что я об этом сказала. Это же правда так? Да, это правда так. И при этом люди действительно задают вопрос, а что делает швяда? А что делает, не знаю. А как продвигать изделия? А с чего начать? С чего начать? Это такие вещи достаточно, которые очень легко выяснить самостоятельно, скажем так. Да. Я уверена, что наш разговор действительно как раз поможет сделать первый шаг. И твой опыт правда очень интересный, очень вдохновляющий. И мне было крайне интересно поговорить с тобой сегодня. Спасибо тебе. Маша Льмиш всегда с тобой приятно поговорить. Спасибо, люблю тебя. Это как вы. Здесь можно записаться на консультацию со мной. Все полезные материалы в описании. Добавляйтесь в LinkedIn, подписывайтесь на Telegram канал. До встречи в новых выпусках. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.